Рады приветствовать вас, дорогие зрители! Рады приветствовать вас, друзья! Вы на канале Анапчане. С вами Максим и Наталья. Анапа, вторая полная дня, 19 марта 2024 год. Мы находимся на обзорной площадке Ласточкиных гнезд. Сегодня у нас в Анапе великолепный, классный, солнечно-теплый день. Температура воздуха до плюс 21 градуса. Смотрите, какой открывается прекрасный вид панорамный отсюда с Ласточкиных гнезд на центр курорта на Анапу. Можно даже найти свой дом, если он не прячется где-нибудь за высотками. Наша Анапская бухта большая, там вдалеке пляж Пионерского проспекта. А вот здесь, на переднем плане, это уже высокий берег с галечными каменистыми пляжами. Конечно же, на улицах города Анапа сейчас теплее. А здесь у нас, видите, возвышенность. Площадка-то обзорная, уже здесь небольшие горы. И здесь прямо дует ветерок северный, северо-восточный. И здесь ощущается градусов на 15. Поэтому Наталья заблаговременно одела курточку. Потому что я сейчас делаю уже к вечеру. Чтобы не выдал ветер тепло. Ну вот люди, видите, гуляют сюда, приходят на обзорную площадку, Ласточкиные гнезда. Приходят вот в такой легкой весенней одежде. Вот приходят, сидят на пригорке, любуются морским простором. Сейчас у нас в Анапе с каждым днем все больше и больше деревьев расцветает. Все больше и больше этой весенней, классной, цветущей красоты. И вот это дерево, когда к нему подходишь, оно прямо благоухает. Ну вот по-райски, да? Райское благоухание. Глотность цветения большая. Очень высокая, да. И поэтому аромат такой плотный тоже. И видите, пчелки подлетают и массово пыляют. Ой, какой аромат. Вот, кстати, Наталья делает фотографии для нашего телеграм-канала. Ссылка на него есть в описании к этому видео. Телеграм-канал тоже называется «Напчане». Потому что, если хотите красивые фотографии посмотреть, вот в том числе этого дерева, видов, с обзорной площадки Ласточкино-Гнезда, подписывайтесь на наш телеграм-канал, кто еще не подписался. И вы сможете после этого сами любоваться такими классными фотографиями цветущей Анапы, классных видов морских Анапы. И делиться еще со своими родственниками, друзьями и коллегами. Так что подпишитесь на наш телеграм-канал, кто еще это не сделал. Ребята и девчата, пройдемся сегодня от обзорной площадки Ласточкино-Гнезда по берегу, по побережью, на закате. Вот отсюда очень хорошо и наглядно видно, какие жилые комплексы, где находятся. Ну, особенно, если знать их название. И вот, смотрите, вот это у нас район жилых комплексов Горгипия, Морская и Горгипия. Чуть поближе подойдем, более подробно покажем вам, где какой их находится, как называется. Вот там у нас виднеется на дальнем плане жилые комплексы Черное море и раз-два-три. И вот, вот это у нас, собственно, Субсех. Частный сектор, в основном, малодажная застройка Субсеха. Смотрите, вот мы сейчас отошли от площадки Ласточкино-Гнезда. Смотрите, какие они. Не такие масштабные, когда залезаешь на них. Вон, видите? Вон, вот это все Ласточкино-Гнезда со стороны. И там он над обрывом человек. Вот, как раз любуется, наверное, Анапой тот вид, который был у нас в начале репортажа. В том числе открывается отсюда. Вид на склоны горные, на полоску пляжа в дурах этих склонов. Ну, и на простор моря. Красота! Идем вдоль побережья. И вот на переднем плане, здесь недалеко, видите, какие домишки. Такая интересная возвышенность. Ну, здесь, видите, какой-то пригорок. И вот кто-то успел занять место, купить участки и построить себе такие дома. но они, считайте, видите, с видом на море. А вот тоже кто-то делал, себе строил домики с видом на море. Но что-то пошло не так. Стоит вот недостроенный и даже уже в какой-то степени полуразрушенный. В итоге они не только загораживают красивые виды здесь в предгорьях. Но и даже портит этот вид своей вот такой заброшенностью, захолостностью. Здесь из-за того, что недострой заброшен, тут вот все. Смотрите, какая разруха. Стекла какие-то. Ну, в общем, жесть. Жесть, да. Вот рядом с такими райскими пейзажами морскими вот такое недоразумение. Панорамное стекление было, все стекла разбиты. Да, да. Ну, я же говорю, недостроили и забросили. А что произошло, непонятно. А вот у нас проезд в сторону автокемпинга рай, который находится как раз-таки на ополозне. И этот ополозень находится под смотровой площадкой Лащикино-Гнезда, откуда мы, собственно, начали сегодняшний обзор, сегодняшний репортаж. видите, вроде как там проезд завален валунами. Наверное, к лету разгребут там все, чтобы снова проезжать можно было. И там, кстати, вот, да, находится вот на этом ополозне, на автокемпинге рай находится спуск 400 ступеней. Вот тут идет дальше целая улица этих домов. Здесь, видите, даже отделку не делали, просто коробки поставили, ну, с расчетом на что-то лучшее. Так-то, если бы все получилось, то здесь был бы классный вид, да, но что-то пошло не так. И решили все это не достраивать. Если там еще какая-никакая отделка есть, то на этих уже домах просто вот коробки, просто блоки и все. Дальше дело не пошло. по дороге все ближе к городу и все дальше от ласточкиных гнезд, вот в том числе открываются, смотрите, какие прекрасные виды. Какое раздолье горно-морское. А если опустить свой взор вниз, смотрите, какой вид открывается, как высоко. и там вдалеке видите, видна полоска пляжа. Вот это у нас тут обрывчики. И вот смотрите, как застраиваются всякие пригорки вот в окрестностях Супсеха. Вот, кстати, где-то здесь уже Супсех должен переходить собственно в город. Но сейчас Супсеха, считайте, по факту это микрорайон Анапы. Так-то он здесь. Супсеха отдельно считается, но по факту это микрорайон, да? Но это все равно входит в муниципальное образование города-курорта Анапы. Подходим к спуску 800 ступеней. Спуск на пляж. И так-то в принципе никому не рекомендую пользоваться этим спуском. Ну, если хотите как-нибудь в легкую его преодолеть, потому что летом даже по нему спускаться сложно в условиях жары подниматься, если нет у вас специальной тренировки, специальной закалки, подниматься у вас так просто не получится. То есть будете делать много прерывов. Если вы, допустим, на 20-й этаж без лифта поднимаетесь пешком по ступеням в многоэтажном доме, то тогда нормально. Если вы пользуетесь лифтом, если у вас нет практики из дневных подниманий без лифта пешком с первого на 20-й этаж, то вам будет сложно. Еще видите, вот возле этого спуска есть даже камеры наблюдения, которые следят за окружающей обстановкой. Вон какой крутой. Видите, люди, ну, видно, что сложновато подниматься все-таки, сложновато. И вот возле спуска 800 ступеней есть такая достаточно большая парковка. И сюда, видите, люди приезжают, чтобы погулять. вот в этом районе приходят некоторые даже пешком, ну, так гуляют любовь или хлебными живописными видами на закате. Морской простор до горизонта. Как-то все замечательно. Вот здесь получается еще одна классная обзорная площадка, уже ближе к городу, вот в районе 800 ступеней. Видите, вот как раз-таки открывается вид на микрорайон Горгипия-Морская, где мы недавно снимали квартиру, делали по ней обзор. Это один из ближайших микрорайонов вот к побережью высокого берега здесь. Вот люди ближайших домов, видите, так гуляют целыми семьями вечером на закате. здорово жить в такой местности, когда можно выйти, погулять, полюбоваться морским простором на закате, да, в шаговой доступности. И вот первый этап новой набережной будет от парка Ореховая роща до Императорского парка, до будущего Императорского парка. Ну и здесь будем надеяться тоже когда-нибудь будет набережная. Вот видите, тоже здесь частные дома выставлены в первую линию, но здесь уже есть отступ, то есть вот эти владельцы не хотят, чтобы их дом снесли случайно при строительстве одного из следующих этапов набережной. И вот некоторые из этих частных домов, видите, в процессе строительства прямо-таки находятся активного. Да, ну, чтобы жить с таким видом, нужно, конечно же, очень много денег заплатить, гораздо больше, чем стоимость квартиры в жилом комбексе вот там неподалеку. Ну, в принципе, из этих домов многоэтажных также просто можно пройти чуть подольше, на 5 минут дольше к берегу моря и полюбоваться закатом и морским простором. Смотрите, ребята и девчата, какой замечательный у нас сегодня закат. солнышко нашло прореху в околозакатной облачности, видите, как красиво светит. Замечательно. Ну, а пока в этом районе нет благоустройной набережной, эти люди здесь протаптывают тропинки, дорожки, вот такой здесь неприглядный вид, так и просится, да, здесь благоустройство в этом районе. Ну, да, лет через несколько, скажем, года через три, может быть, четыре, может быть, лет через пять, в итоге рано или поздно набережная то будет здесь, да, недаром же все эти дома строят, там жилые комплексы идут в микрорайонах и набережная, конечно же, рано или поздно здесь будет. Вот проходим с вами жилой комплекс резиденция Высокий берег, посмотрите, оцените, как близко он к побережью, к морю, но к пляжу нужно будет идти или же к 800 ступеней Очень сложный спуск. Да, в одну сторону или в сторону города 300 ступеней Попроще, но тоже сложновато. Да, и тоже идти. То есть, видите, как бы с одной стороны близко к морю, а вот к пляжу нужно еще добраться. Ну, друзья, мы вам показали путь этот горный и вот хотим обратить ваше внимание, что здесь нужно ходить все-таки аккуратно, близко к обрывам не подходить, потому что там вы не видите, а снизу может быть пустота и может быть обвал и ничем хорошим это не закончится. Ну, и вообще под ноги тут нужно смотреть, потому что встречаются колдобины. Вот. Так что места прекрасные, красивые, но бдительности терять не нужно. и вот ребята и девчата мы вышли к тому месту, где будет заканчиваться новый участок набережной протяженностью полтора километра. И вот по вот этой дороге мы, кстати, выходили со стороны жилого комплекса Горгипиа-Морская на вот эту обзорную площадку. Здесь очень много людей выходит, гуляет по вечерам. Видите, здесь еще никакого благоустройства нет, но через два года будем надеяться, что такое благоустройство появится и люди проживающие в близлежащих жилых комплексах наконец-таки ощутят блага цивилизации на высоком берегу в виде набережной. Вот, друзья, такие у нас в Анапе новости, такие у нас классные, прекрасные виды с высокого берега открываются на море. Такое у нас цветущее весеннее настроение уже многих деревьев. Ставьте лайки этому видео, кто впервые на канале, смело подписывайтесь, делайте репост, пишите ваше мнение в комментариях по поводу всех тем, которые мы затронули в сегодняшнем обзоре. Желаем всем мира, добра. С вами Максим и Наталья. Все, пока, до новых встреч. До новых встреч.